Здравствуйте! В эфире программа «Экстренный выезд» в студии Ильхам Нигматуллиным. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных происшествиях в Обнинске и ближайших городах за прошедшие 7 дней. В Малорославецком районе сбивают гаишников. Его трудно было не заметить, то есть на полном ходу. Сотрудники ГИБДД пострадали при оформлении ДТП. Здравствуйте, девушка. Ой, ёлки. Интердевочкам не дают работать. Обнинские полицейские штрафуют красоток за работу на трассе. И дорожные трагедии. А-а-а! В Обнинске растет количество аварий с пешеходами и велосипедистами. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинс ТВ. И сейчас подробнее о том, чем запомнится уходящая неделя. Дачные участки с наступлением огородного сезона не теряют своей привлекательности для преступников. Не боясь свидетелей или самих хозяев, воры продолжают лезть на чужие территории в надежде разжиться ценными вещами. В пятницу 4 апреля сообщения о взломе обнинские полицейские получили сразу с трех дачных участков. В первом случае целью преступников стали строительные инструменты, которые бригада рабочих заперла на ночь в доме. На утро хозяин вспомогательных приборов недосчитался имущество на сумму 11 тысяч рублей. Видимо, следующим воры посетили соседний участок. Здесь злодеи попытались проникнуть в строительный вагончик, однако ничего ценного в нем так и не нашли. И уже на другом конце садового общества воры посетили еще один дачный участок. Сломав забор и разбив окон и стекла, они вошли в дом, но ничего не взяли на память. Оставленные в помещении беспорядок говорят о том, что этот дом преступники использовали, скорее всего, для ночлега. На Обнинском автовокзале в прошлую пятницу был зарегистрирован новый случай карманной кражи. Преступник подкараулил одну из пассажирок междугороднего автобуса. В тот момент, когда женщина заходила в салон, злодей вытащил из ее кармана бумажник, в котором были документы, банковская карта и наличные деньги. Тем же утром в полицию обратилась обнинчанка, отдавшая преступникам деньги по доброй воле. Девушка стала жертвой телефонного обмана. На ее мобильный пришло сообщение о том, что банковский счет заблокирован, и деньги с этого счета необходимо перевести на другой. 39 тысяч рублей жертва обмана перевела на счет частного лица. Надежды на возврат денег крайне мала. 4 апреля в Обнинске был задержан гражданин Таджикистана, которого в России объявили в федеральный розыск еще в прошлом году. Сотрудники отдела вневедомственной охраны взяли беглеца при патрулировании территории в районе городского бассейна. Мужчина разыскивался за угрозу убийством и нанесением легкого вреда здоровью. Данное действие он совершил, когда проживал на территории Москвы. Не успел ли гость Обнинска натворить чего-нибудь в нашем городе, сейчас выясняет полицейский. В минувшую пятницу в Обнинске вновь пострадал велосипедист. Мужчина переезжал в проезжую часть по пешеходной зебре верхом на двухколесном транспорте. В тот момент, когда переднее колесо велосипеда находилось уже на тротуаре, в заднюю его часть въехал автомобиль Мазда. 46-летний велосипедист получил открытый перелом ноги. Водитель Мазды пояснил, что в момент удара его якобы ослепило солнце. Количество обидных несуразных дорожных аварий в прошлую пятницу буквально зашкаливало. Видимо, в последний день рабочей недели обнинцы неожиданно теряют бдительность и осторожность. К примеру, в два часа дня возле школы по спортивной гимнастике автоледи, сдавая назад, не заметила соседнюю приору. Возле базы Меркурий-Обнинск в этот день произошла не менее нелепая авария. Водители КамАЗа и иномарки не поделили проезд. Встречные машины столкнулись на повороте дороги и долго не могли разобраться, кто же был неправ. В шесть вечера этой неспокойной пятницы ДТП случилось на одном из светофоров Киевской трассы. Остановившийся здесь Ниссан протаранил еще один Ниссан. Мужчинам было что обсудить в ожидании полицейских. На Обнинском автовокзале около шести вечера тоже столкнулись автомобили одного и того же производителя. Мини-клуб любителей ВАЗов проработал здесь до приезда заветной машины с синей полоской. В семь вечера помощь инспекторов потребовалась и автомобилистам, не поделившим дорогу в районе деревни Кобицыно. Водитель Ниссана не пропустил девятку, двигавшуюся по главной. К счастью, о жертвах в этом ДТП не сообщалось. Около десяти вечера местом аварии стал перекресток улиц Курчатова и Победы. Из-за резко испортившейся погоды сотрудник одной службы такси случайно обидел коллегу-конкурента. При маневре водитель Рено не заметил иномарку Хюндай, ехавшую по главной. В ночь на субботу в соседнем Малорославецком районе в ДТП пострадали полицейские, оформлявшие другой дорожный инцидент. Аварией, на которую приехали дорожные инспекторы, стало столкновение двух автомобилей на 114-м километре Киевского шоссе. Нетрезвый водитель за рулем Хюндай протаранил впереди идущую иномарку Митсубиши. Пьяный автомобилист после удара попытался покинуть место ДТП, однако сломанное колесо иномарки помешало ему скрыться. Мужчина пустился в бега по кустам на своих двоих, но быстро замерз и сдался правоохранителям. В тот момент, когда нарушитель расписывался в протоколе в машине ДПС, патрульный экипаж стал мишенью для тарана другого нетрезвого автомобилиста, управлявшего иномаркой Киа. Да, все светило, его трудно было не заметить. На полном ходу мы все стояли, хорошо, что людей никого не убили. А по какой причине предварительно, непонятно, причем? Ну, он не требуется стоять. Иван – владелец иномарки, стоявший перед экипажем ДПС. Сюда он приехал поддержать друга, но в итоге сам стал участником ДТП. После удара сзади машину ГАИ откинуло именно в его автомобиль. Сам он не пострадал. А вот инспектор, сидевший на заднем сидении «Опеля», был отправлен в больницу с подозрением на переломы. По неподтвержденным пока данным, виновником аварии стал пьяный сотрудник ЛОВД – отделение полиции, обслуживающего зону железной дороги в одном из калужских городов. И на следующий день на Киевской трассе произошла авария, в которой погиб человек. Происшествие было зарегистрировано в 8.30 вечера на 99-м километре трассы М3. Два автомобиля – Субару и Шкода – столкнулись лоб в лоб. В результате удара 51-летний водитель Шкоды погиб на месте. По данным сотрудников ГИБДД, именно он нарушил правила, выехав на полосу встречного движения. Серьезные повреждения получил и 32-летний мужчина, управлявший второй иномаркой. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в Обнинскую больницу. Суббота, 5 апреля, в Обнинске прошла под знаком ДТП. Неловкие встречи подстерегали автомобилистов везде. Так, в час дня на улице Гурьянова отпарковывавшийся автомобиль задел иномарку, проезжавшую мимо. На перекрестке Ленина в это время столкнулись две автоледи. Дама, управлявшая Хондой, задела автомобиль Шевроле при движении задним ходом. У потерпевшей в этой аварии в субботу как раз был день рождения. На улице Курчатова 5 апреля запомнилось столкновением двух иномарок. Водитель автомобиля Кия, ехавший со стороны улицы Победы, решил развернуться через зону парковки и задел стоявший здесь автомобиль Рено. Неудачей в этот день закончился и маневр водителя грузовика, решившего отъехать с территории разгрузки задним ходом. Это случилось на территории ярмарки 101-й километр, в самый разгар субботней торговли. Под удар газели попала иномарка с девушкой за рулем. Шопинг для владелицы Ниссана в этот день явно не удался. 20 тысяч рублей. На эту сумму в минувшую субботу уличные мошенницы наказали одну из пожилых обнимчанок. Пожилая женщина поверила в акцию невиданной щедрости, которую устраивает местный супермаркет. Для участия в розыгрыше скидок на товар ей нужно было просто принести из дома все наличные деньги и продемонстрировать их незнакомкам. Уличные обманщицы вернули пенсионерке конверт с деньгами и строго запретили открывать его до утра. Этого времени преступницам наверняка хватило, чтобы исчезнуть из города вместе с деньгами пенсионерки. 5 апреля в одном из крупнейших супермаркетов Наукограда потребовалась помощь сотрудников МЧС. Об этом в нашу редакцию сообщили неравнодушные очевидцы. На глазах у десятков людей в торговом зале обрушились 30 ламп дневного освещения. Никто из людей под град осколков не попал. Присутствие спасателей в магазине было обусловлено тем, что в элементах разбившихся приборов содержалась ртуть. Участок торгового зала был оцеплен до приезда специалистов со специальными приборами измерения. По некоторым данным, оцепление не было снято и на следующий день после происшествия. Понедельник, 7 апреля, на дорогах Обнинской округи стал днем тяжелым. С самого утра на севере области происходили аварии, одна, другая глупее. Так, в 11 утра на подъезде к Белоусову столкнулись две иномарки. Выезжая на главную, водитель Киа не заметил массивный внедорожник, ехавший по прямой. В полдень об аварии сообщили водителя, застрявшие во дворе на проспекте Ленина. Автомобилист, парковавшийся задним ходом, чудесным образом не обратил внимания на грузовик, ехавший сзади. В пятом часу дня на перекрестке улиц Аксенова и Энгельса маршрутка столкнулась с легковой иномаркой. В пассажирской «Газели» в этот момент находились люди. Среди пострадавших оказалась пожилая женщина, сидевшая в салоне маршрутки. От удара она упала на пол «Газели», в результате чего получила перелом копчика. Ровно в шесть вечера ДТП произошло уже на перекрестке улиц Мира и Победы. Здесь владелица иномарки не пропустила «семерку», двигавшуюся навстречу. Завершил этот сложный день в нашей хронике авария на улице Железнодорожной. Водитель «Хёндая» выехал на эту дорогу со стороны улицы Лесной. Да так неудачно, что стал объектом тарана. Молодой водитель «шестерки» не успел затормозить перед внезапным препятствием. Авария обошлась без пострадавших. 7 апреля в одной из квартир Наукограда произошел пожар. Причиной возгорания в доме на проспекте Ленина стала церковная лампада, упавшая на пол в отсутствие хозяев. Призыв спасателей в трешке, расположенной на втором этаже, успела сгореть часть мебели. Однако количество жертв пожарным удалось и удержать на нулевом уровне. В этот же день в Обнинске был зарегистрирован новый случай кражи инструментов с территории стройки. На этот раз в поле зрения преступников попал строящийся дом на улице Красных Зорь. На ночь рабочие убрали инструменты в комнату, запирающуюся на ключ. А уже утром обнаружили ее абсолютно пустой. Сумма ущерба устанавливается. Здравствуйте, девушка. Ой-ой-ой. Вот такая пугливая ночная бабочка попалась в руки представителей закона в минувшее воскресенье. Галина из Детчина работала на Киевской трассе не кем-то, а скорее чем-то. Как призналась девушка, в родной деревне ее ждут четверо детей. При этом другого способа заработать на семейное счастье женщина так и не нашла. Бум фальшивок в Наукограде. На протяжении всей недели в полицию поступали сообщения об обнаружении поддельных денег. Утром в пятницу 4 апреля в руки сотрудников кассы пересчета Обнинского Сбербанка попала пятитысячная купюра из супермаркета. Уже в полдень еще одна фальшивка поступила в кассу из магазина, расположенного в Жукове. Обе банкноты были настолько хорошего качества, что аппарат Кобра не определил в них признаков подделки. 7 апреля дежурные Обнинского отдела полиции вновь получили сообщение о подделке. На этот раз сотрудники Форобанка выявили липовую банкноту номиналом в пять тысяч рублей. Двухслойная фальшивка низкого качества поступила сюда из небольшого магазина на улице Калужской. И в этот же день уже в Сбербанк поступила купюра аналогичного качества. Банкноты имели идентичный номер серии и, по всей видимости, распространял их один и тот же человек. И 8 апреля полицейские вновь изъяли из оборотов фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей. На этот раз качественную подделку заметили сотрудники банка ВТБ. Обнинские полицейские на днях приступили к расследованию так называемого собачьего дела. За помощью к ним обратились владельцы собаки, пропавшие еще в феврале этого года. Убитые горем хозяева дали объявление в прессу. И вскоре получили звонок с предложением выкупить пса за четыре тысячи рублей. Половину собачники отдали неизвестному мужчине на встречу, а вторую должны были отдать его знакомому, у которого и находилась собака. Однако вся эта схема оказалась простым мошенничеством. Это дело так бы и осталось нераскрытым, если бы полицейские не вычислили преступника по горячим следам. Как выяснилось, звонил этот человек с телефона друга. А свой жестокий розыгрыш он объяснил с желанием подзаработать. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, и вот что вы увидите сразу после нее. Попытка на миллион. Клиент Обнинского банка попытался взять кредит под чужим именем. Пешеходы в опасности. Но он странно как-то шел. Новый случай смерти под колесами. И сюда иди. Иди сюда. Да иди сюда. Суровые будни сотрудников дежурной части без купюр. Реклама пройдет быстро. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем. Сотрудники Обнинского отдела внутренних дел на днях провели обыск у подозреваемых в крупной краже. В прошлых выпусках мы уже рассказывали о том, как из ювелирного магазина в Нокограде средь бела дня пропала крупная партия золотых украшений. Действие преступников запечатлела камера видеонаблюдения. По записи полицейские смогли вычислить воров. Ими оказались жители города Жуково. В жилище одного из них оперативники обнаружили патроны огнестрельного и газового оружия, коллекцию холодного оружия и множество серых сим-карт. О следах былой роскоши свидетельствовали квитанции из ломбарда, в которых фигурировало золото. Помимо этого, на территории дома полицейские нашли массу автомобильных магнитол, а также пакет документов на имя абсолютно чужого этой семье человека. 8 апреля в полицию обратился обнинский геолог, у которого средь бела дня был украден редкий прибор. По всей видимости, оставленный без присмотра аппарат попался на глаза нечистому на руку прохожему. Кража произошла около двух часов дня недалеко от остановки асфальтобетонный завод. Потерпевший просил передать владельцу краденого, что без соответствующих знаний научный прибор бесполезен в хозяйстве. Напали на след угонщиков обнинские полицейские в шаге от раскрытия целой серии автомобильных краж. По крайней мере, два дела о пропаже уже закрыта. Вот эта пятерка, угнанная неделю назад от дома на Киевском шоссе, накануне вечером была обнаружена в Малорославецком районе. На территории частного дома в деревне Митинка, где ее видели местные жители, нашелся еще один пропавший в обнинский автомобиль. 17-летний житель этого дома, по всей видимости, будет привлечен к уголовной ответственности по нескольким статьям. Так как у следователей появились причины полагать, что эти угоны не единственные грехи на душе жителя Митинке. В его жилище полицейские нашли несколько травматических пистолетов и множество запчастей от других машин. В течение одного только вторника в Обнинске сбили двух пешеходов. Война против людей, передвигающихся на своих двоих, похоже, набирает обороты. Первый случай полицейские зарегистрировали в начале второго часа дня на проспекте Маркса. Поворачивая на Белкинскую, водитель «Жигулей» отвлекся на магнитолу. В итоге под колесами его машины оказался пожилой мужчина. Обнинца доставили в больницу в экипаже скорой помощи. Вторым ДТП минувшего вторника, в котором пострадал пешеход, стал случай на улице Аксенова. В половину 11 вечера под колеса Мазды попала пожилая женщина. По словам свидетелей, пенсионерка переходила дорогу на красный свет. В результате удара женщина отделалась ушибами и испугом. Иномарка же лишилась одного из боковых зеркал. В хронику ДТП этих суток попал и инцидент на перекрестке улиц Жолио-Кюри и Красных Зорь. По уточняющимся причинам водитель Рено не пропустил грузовик, двигавшийся по главной. Разбираются полицейские и в дорожном происшествии, которое, по всей видимости, выльется в уголовное преследование одного из участников конфликта. Минувшей ночью одной из обнинских дорог не поделили две группы людей. Одна из них – несовершеннолетний водитель и молодой пассажир – находилась в семерке. Нарушители своим стилем езды привлекли внимание другой группы людей, находившихся в иномарке. В итоге конфликт закончился тем, что у подростков в качестве наказания отобрали телефоны и магнитолу. Об этом малолетние любители покатушек заявили в полицию на следующий день. Такой жесткий урок езды теперь может обернуться реальным наказанием для взрослого участника конфликта. Завершением этой ночи стало ДТП, в котором сгорел автомобиль. По предварительным данным, авария на перекрестке проспекта Маркса и улицы Северной произошла в 5 часов утра. Водитель Крайслера не справился с управлением, в результате чего иномарку занесло и перевернуло. После этого автомобиль загорелся, а пострадавших в ДТП информации пока нет. На уголовный срок тянет правонарушение, которое на днях совершил клиент Огнинского банка. Молодой человек написал заявление на получение кредита. В качестве подтверждения своей личности и платежеспособности он предоставил весь пакет документов от паспорта до трудовой книжки. Однако внимательный менеджер вовремя заметил неладное. Фотография в паспорте показалась ему странной. Как выяснилось, изображение было попросту наклеено на фото реального владельца документа. Фактически, сотрудник банка спас финансовую организацию от действий мошенника. Подозреваемый в подделке документов хотел оформить на чужое имя банковский кредит на сумму 1 миллион рублей. На депортацию. Такой вердикт сотрудники УФМС, вероятно, вынесут вот этому гостю Наукограда. В Обнинск он приехал 4 месяца назад и сразу же устроился на работу. Именно хозяин предприятия, по словам задержанного, и забрал у него все документы. И вот-вот должен был привезти их в полицейский участок. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину в 9 вечера. Однако и в 2 часа ночи этот человек не разжился ни единым документом, удостоверяющим его личность. В ночь на 9 апреля сотрудники полиции задержали еще одну придорожную нарушительницу. Жрица любви по имени Галина на Киевской трассе недавно в Калужскую область. Она прибыла прямиком из Молдовы. Да так и осталась, плененная щедростью русских мужчин. Сотрудники полиции оштрафовали гостью и предупредили, что такие встречи впредь будут постоянными. Если, конечно, девушка не образумится и не найдет более приличную работу. Гости из Молдовы в этот вторник стали героями еще одной печальной истории. Молодая пара гастарбайтеров честно зарабатывала в Обнинске на свадьбу. Жених и невеста скопили приличную сумму – 120 тысяч рублей. Однако в один прекрасный вечер вернувшиеся с работой молодые обнаружили дверь комнаты вскрытой, а тайник с деньгами – пустым. Завершил эти сутки инцидент на проспекте Ленина. С автобусной остановки полицейские доставили в дежурную часть пьяного мужчину. С виду дружелюбный на деле Рустам оказался не так прост. Я вот так вот сломаю. Да ломай, это твой телефон, это же не мой телефон. Это мой телефон, а вот так я сломаю. Вот так я сломаю, да. Ломай, что, я же тебе не против. Ты против? Я не против. Ты не против? Нет. Твой телефон, делай самочет. А твой телефон не мой, а твой. Ты, наверное, путаешь, наверное, чего-нибудь. Не путаешь ты. Мой телефон у меня, а это твой телефон. Мой телефон у тебя, твой телефон у тебя. От телефонов к дружбе народов и сердечных заболеваниях. Гражданин Узбекистана, похоже, перебрал с местными горячительными напитками. Поэтому в качестве дружеского совета хочется вернуть ему его же фразу. Это твоя жизнь. Ну и что? Твоя жизнь. Ну. Это твое сердце. 9 апреля на 108-м километре Киевской трассы погиб человек. Пожилой мужчина, переходивший дорогу в районе Института сельхозрадиологии, попал под колеса микроавтобуса. Авария произошла на пешеходном переходе. Он странно как-то шел. Ну не смотрел по сторонам, да? Не смотрел по сторонам, перебегал. Этот автобус меня обгоняет. И я еще подумал, сейчас толкнет. Интуиция не подвела очевидца аварии. Ехавший впереди микроавтобус на скорости около 100 км в час сбил пешехода. Мужчина скончался мгновенно. Ударом бокового зеркала ему снесло часть головы. Паспорта при себе у погибшего человека не оказалось. Его личность сейчас устанавливают полицейские. Следующая авария минувшей среды произошла на пересечении улиц Королева и Аксенова. Водитель «Лады», ехавший со стороны улицы Аксенова, не заметил экипаж такси. По словам водителя, помешало ему в этом металлическое ограждение дороги. Человеческий фактор стал причиной и другой аварии, случившейся в Обнинске тем же вечером. Несоблюдение дистанции водителям «Тойоты» заставило обоих участников ДТП надолго застрять здесь в самый час пик. И в семь часов вечера на улице Гагарина узкий проезд не поделили водители двух иномарок, лавируя между парковкой и бордюром. Встречные машины все-таки притерлись боками. Запомнилась эта среда и пожаром, случившимся в одном из многоквартирных домов, расположенных в Обнинске. В квартире на 11 этаже на плите загорелись сосиски. Автор барбекю в это время мирно спал в соседней комнате. Как и следовало догадаться, кулинар был сильно пьян. Пожарных и полицию сюда вызвали соседи-нарушителя. Стражи порядка смогли вовремя разбудить мужчину, после чего пылающий обед был потушен. А самые интересные и шокирующие видео, снятые вами, вы можете присылать на нашу электронную почту. Спонсор нашей программы – охранное предприятие SGS Group. Увидимся в эфире. До встречи и всем хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!